Ну что, друзья, Патриотопад продолжается, вот ведь только в программе Вести без Киселева Юля помянула добрым словом артистов, что в режиме ошпаренной кошки ломанулись с кораблика, пропагандисты теперь побежали, вот это поворот. Во вторник стало известно, что за бугор слиняла НТВшница Гильдеева, причем как слиняла-то. Дамочка сперва уехала втихаря, потом заочно уволилась с канала, то есть уже оттуда. Объяснила она ей, мол, я боялась, что могут не выпустить. Брилёв куда-то пропал, да. Это тот самый пляшивый мужик из Вестей в субботу, которому искусственные волосы на башку приклеивают специально для эфиров, и у которого, как выяснили ребята из команды Навального, имеется британское подданство. Даже не гражданство, подданство, ну это когда на верность королеве присягнул, однако и на агент, при этом все равно ты смотри не перепутай. Ну да, мы отвлеклись, так вот в последний раз Брилёв появлялся в пропагандистском ящике аж 26 февраля, после как в воду канул. Многие справедливо полагают, что сэр Серегей тоже поспешил откланяться, его коллеги, впрочем, пока отнекиваются, мол, да нет, в Бразилии человек снимает что-то там в поте лица, сейчас даже процитирую в газету РУ. О, серию репортажей о реакции на украинский кризис. Чего, бля? Вот у меня была примерно такая же реакция на данное пояснение, чувак снимает серию репортажей об украинском кризисе в Бразилии. Они там вообще знают, нет, где Украина-то находится. Блин, пропагандисты, как всегда, в своем репертуаре из возможного набора самых бредовых версий. Ребятишки вытаскивают на поверхность самую дикую, кстати, это еще не весь список экспутриотов, пердателев и, простите, предателей. Сейчас остановимся на ООНом подробнее, реальная журналистика. Поехали! А помните такого Вадима Глускера? На НТВ с 93-го года человек трудился, в какой-то момент возглавил курпункт в Германии, переехал туда, после в Брюссель. А госпожу Агалакову на первом канале ведущей новостей фейсом торговала, затем перебралась на работу в Парижское Корбюро. Тоже скоропостижно уволились. Я даже с точностью в 99% могу назвать причину. Видимо, ребяткам непрозрачно намекнули. Продолжите шестерить на Кремль, поедете на родину. На что эти господа отреагировали, как истинные патриоты путинского разлива? Не подкупная моя, вовремя предать это не предать, это предвидеть. Вы будете смеяться, но похоже поломался даже омерзительный Красовский. Вчера чучело появилось и в эфире РТ с какой-то не очень врядной речугой, больше напоминающей нечто из разряда «Я устал, я мухажок». К сожалению, до конца понять и мысль гражданина мне не удалось. Поскольку режиссер эфира оборвал пламенное выступление парнишки на самом интересном месте. Покажу вам этот фрагмент целиком. Внимание! Диверсия. Я вообще просто устал. Как и многие люди тут в России, я задаю себе один и тот же вопрос. А почему мне нужно больше других? И все чаще отвечаю, а я не знаю. И прихожу к выводу, что, наверное, мне тоже нужно не очень много, раз не нужно никому. Хотите, чтобы нас не было, значит, так тому и быть. Значит, так и будет. Я тоже имею право сказать, я умываю руки. Это я вот написал. То есть, друзья, а карточный домик-то походу посыпался. Я, кстати, не единожды высказывался по поводу бегства за рубеж оппозиционных журналистов. Считаю, что это неправильно. И никакие оправдания, даже из разряда опасаюсь преследования, я оправданиями не считаю. Ну, потому что назвался клизмой. Полезай туда, куда толкают клизму. В конце концов, ты не маленький ребенок, понимал, во что ввязываешься. Опрочем, коллег из оппозиционных СМИ мы сейчас оставим в покое. У них и правда какая-никакая отмазка имеется. А пропагандисты. Ребятки, не вы ли нам долгие годы пели с голубых экранов и не только о том, как хорошо в стране российской жить. Как Запад загнивает. Как все страны нам буквально завидуют, что там засели злейшие враги, причем это персональные враги каждого. Из 146 миллионов скрипцов, а теперь, значит, вы к этим врагам побежали, признавая тем самым, по сути, что врали целой стране, целому народу. К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой. И мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяло говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяло зомбировать русских людей. Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось. Мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. К слову, вот в этой связи, в связи со всем вышесказанным, я, если честно, не очень разделяю вот этого вот повсеместного рукоплескания госпожи Овсяниковой, редактору Первого канала, которая в одночасье вдруг стала чуть ли не героиней нашего времени. А с чего она героиня-то? Когда тепло и сладко было, данную барышню не особо беспокоили моральная и этическая стороны ее деятельности. Зато сейчас, когда стало очевидным, что мы на пороге страшнейшего кризиса, а может быть и еще чего похуже. Ой, дяденьки, тетеньки, простите меня, простите нас всех. Это были действительно очень сложные дни в моей жизни, потому что я провела буквально двое суток без сна. Больше 14 часов длился допрос, и мне не давали ни связаться с моими родными, ни близкими, мне не предоставляли никакой юридической помощи, и поэтому я находилась в достаточно сложном положении. Давайте все комментарии будут уже завтра. Почему я там выше произнес слово «нас»? Да потому что я и правда думаю, что акция Овсенниковой, скорее всего, была коллективной. Как человек, который работал в федеральных СМИ, в частности на телеканалах, а я работал на ТВ-центре, на РЕН-ТВ, на ОТР. Могу сказать, что практически невозможно даже во время записи ввалиться в студию, да еще с каким-то плакатом, уж во время прямого эфира тем более. Только выпускающая бригада может там находиться, в которую, к слову, редакторы службы городов, те, кто взаимодействуют с региональными корреспондентами, а именно на такой позиции трудилась Овсенникова, не входят. Явно момент был согласованным. Реакция ведущей Андреевой, опять же, достаточно странная. Почему? Потому что даже хорошо тренированный человек все равно хоть как-то отреагирует на неожиданный шум за спиной, который подсознательно воспринимается как опасность. Пропагандистка Андреева даже не моргнула. Там очень много нестыковок и не верю. Сливаются, возможно, ребятишки, хотя и вот сейчас даже продолжают врать. Я могу согласиться со всем английским текстом, который был написан, непонятно для английских зрителей, то есть ясно, да? Не для бабушки из какой-нибудь невысюков. Но я никогда не соглашусь с тем, что эта женщина написала про то, что мы лжем. Могли бы быть, если бы это было так. Мы проверяем все факты. Наши корреспонденты находятся в самых горячих точках. И видеоматериал подтверждает то, что там происходит. Вот. И... Ну, вот и. Ну, да хай с ними, с бессовестными. Хотелось бы сказать еще вот о чем. Знаете, читаю так периодически посты моих соотечественников в соцсетях и удивляюсь. Да, все правильно. И этих надо заблокировать. И тех. По делам им. Ибо нечего раскачивать лодку. Инстаграм и фейсбук закрыли. Пора бы эту помойку и ютюб прикончить. Ну, или что-то еще. Причем об этом говорят и пишут представители разных социальных сословий. И сытые чиновники с депутатами. И голодные оборванцы. В этой связи хочу задать вопрос. Простой вопрос. Вот этим вот людям. А чего вы так боитесь? Ну, если ваше дело правое, зачем затыкать рты оппонентам? Да еще жестко. Напротив, есть же хорошая русская поговорка. В споре рождается истина. Так почему вы настолько опасаетесь тех споров? Ответы можете оставлять в комментариях. Хотя я уже сейчас готов предположить, что там будет написано. Ну, нечто вроде. Да о чем с тобой спорить-то? Кто ты вообще такой, чтобы мы до тебя опускались? На самом деле, очень жаль, что мы, россияне, превращаемся из некогда самой образованной в мире нации, самой читающей, в какую-то тупую, озлобленную биомассу. Но за это спасибо им. Карасовским и Брилевым, Овсяниковым и Андреевым, Гильгеевым, Глускером, ну и так далее. Да много кому. Они нас такими сделали. Вот только выгребать теперь не им, а нам с вами вместе. Вне зависимости от политических взглядов. Пустые полки в магазинах мы уже наблюдаем вместе. В тотальную безработицу и, возможно, в голод мы вляпаемся тоже вместе. Экономику разрушенную восстанавливать будем вместе. И каяться за свою тупость. Так же будем вместе эти не будут. Они уже все, ну потому что, напомню, Вовремя предать это не предать, это предвидеть. Ладно, переваривайте. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Увидимся в субботу вечером на стриме в прямом эфире. Время уточню позже. Гость Артемий Труицкий. И оговорить будем как раз о тех вещах, которые я озвучивал на уходящей неделе. Повспоминаем, как развалился Советский Союз. Все это как раз происходило на глазах у Труицкого. Он был в гуще событий. Ну и попробуем понять, возможно ли нам сегодняшним избежать такой же роковой ошибки. Увидимся, услышимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok